Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикминус. Имя Артур Изя Тулин. Среднеизвестный индекс доллара торгует сейчас в восходящем канале, старт которым был дан в конце сентября. Я, конечно, не фанат технического анализа, но применение некоторых простых принципов, номера линии, тренда позволяет предположить, где доллар встретит сопротивление чисто психологически. Разумеется, предупущение, что среднесрочный тренд, о котором мы сейчас говорим, он будет иметь некоторую инерцию. И такое сопротивление ожидается примерно на отметке 98 пунктов. Что его ввело туда и какие стимулы для американской валюты расти дальше? Рассматривая сейчас положение стептичьего полета, рыночные противоречия, то есть расхождение взглядов, куда все-таки пойдет доллар, они возникают при оценке экономических перспектив за рубежом США, в состоянии американской экономики и связанной с ней с политикой ФРС. Обвал нефтяных котировок на более чем 20% с почти 80 долларов за баррель до 50 долларов лишает развитой экономики инфляционного импульса, например, через рост издержек. Это особенно явно прослеживается в еврозоне и Японии. Если сопоставить нефтяные котировки с доходностью по немецким 10-летним облигациям, то видно, что цены на энергоносители, они в некотором смысле ведут за собой доходность по данным бумагам. При снижении цен на энергоносители в облигациях снижается инфляционный риск, то есть ожидание ускорения инфляции, а значит будущий купонный доход будет как бы обесцениваться медленнее. Ведь номинальная стоимость доходности по облигациям складывается из реальной доходности плюс инфляции. Следовательно, если инфляционный риск снижается, сама облигация должна стоить дороже, при этом ее доходность понижается. Рассуждение об инфляции сейчас очень актуально для еврозоны, так как если ее нет, то Европейскому центральному банку сложнее придерживаться курса на завершение программы количественного смягчения. Желание трейдеров покупать евро прямо пропорционально зависит от намерения МЦБ сворачивать эту программу, что означает сокращение предложения евро в экономике, а значит его удорожание относительно других валют. Надежды на такой сценарий действий ЦБ тают по причине шока нефтяных цен. При этом федеральная резервная система наоборот настаивает на повышение ставок и необходимости удорожания кредита. А где дороже кредит, туда и перетекает его предложение, что выражается сейчас в укреплении доллара. А другим фактором, влияние которого распространяется сейчас на весь мир, это торговая война США с Китаем. Эта тема проанализирована уже вдоль и поперек, но я сосредоточусь на актуальных ожиданиях и предстоящих решениях, которые, собственно, и будут двигать рынок. 30 ноября и 1 декабря состоится саммит стран Большой Двадцатки в Аргентине, где пожмут друг к другу руки китайские и американские лидеры, хоть и не без скрытой неприязни. Трамп и Си должны будут обсудить торговую сделку, которая разрушит хитросплетенные барьеры китайской экономики в перспективе для внешней конкуренции, а также решит проблему кражи интеллектуальной собственности. Если лидеры смогут найти дорогу к миру, доллар перейдет в снижение, так как снижение торговых рисков за рубежом сразу обнаружит море недооцененных активов за пределами США. Если ни о чем не договорятся, что наиболее вероятно, учитывая предыдущую риторику чиновников с обоих сторон, Трамп обещал повысить ставки в торговой войне, вводя новые тарифы. Учитывая, что слаженная глобальная торговля крайне тяжело переживает подобные вмешательства, и приверженность ФРС позиции повышения ставок, доллар, скорее всего, продолжит среднесрочный рост, по крайней мере, до конца этого года. Но твердая решимость ФРС в повышении ставок тоже имеет свои обоснования. Они сосредоточены, прежде всего, на внутренних параметрах экономики, таких как безработица, инфляция, розничные продажи, потребительский оптимизм, ну и в некотором смысле, в некоторой мере, состояние фондового рынка. Сегодня ожидается отчет по ВВП, по личному потреблению, по инфляции с точки зрения расходов по розничным продажам, по рынку недвижимости, и в случае положительного сюрприза, положительного отклонения, особенно данных по ВВП, это может спровоцировать рост доллара до отметки 97.50, как минимум. Для положительного сюрприза в данных есть все необходимые предпоставки, та же оплата труда за последние несколько месяцев, которая указывает, что спад в потреблении, скорее всего, будет отсутствовать. Отчет по безработице за ноябрь ожидается в следующую пятницу. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!